добрый день уважаемые зрители канала домов михайлович сегодня мы с вами рассмотрим очередной гаджет для аквариума вот у меня морской аквариум который находится в другом городе живую в одном городе у меня в другом городе вот здесь будет видео можете посмотреть значит естественно одним из одной из самых главных проблем это является испарение воды и нет возможности постоянно со мной лично доливать поэтому на сайте biosalon я выписал себе систему автодолива вот такая коробочка мне пришла вчера значит я вам сейчас прочитаем простое надежное решение для исполнения испарившейся воды в аквариуме постоянный контроль уровня воды в аквариуме при помощи инфракрасного сенсора с отложенным включением автоматическое исполнение испарившейся воды в аквариуме защита насоса от сухого запуска простая установка и обслуживание благодаря клеммным соединениям всех кабелей включая защиту страна изготовления китай фирма довольно таки знаменитая аквамедик и давайте мы сейчас я сначала с вами откроем посмотрим чего нас стоит потом я обслужу свой аквариум и для замены воды мы установим уже этот датчик посмотрим как он работает так смотреть значит вот вот такая коробочка такой коробочке пришла эта система релик систем низи значит давайте ее сразу открывать коробка очень хорошая такая плотная сейчас многие производители такими коробочками вот так так здесь товарная накладная стоимость данной системы 9900 рублей да это дорого значит имеется вот такая инструкция вся инструкция на всех языках кроме русского это минус что у нас здесь есть давайте смотреть постепенно мешочек это разные виды вилок видно было вот видите разные виды вилок понятно здесь это я понимаю крепление на стенку аквариума шланга вот тут крепится шланг это крепится к аквариуму в стенке ну хорошо посмотрим так шланг шланг я потом открою посмотрим какой длины меня это тоже интересует так вот сам сетевой адаптер нам нужно будет вот эта вилочка так установили что у нас тут еще ну вот сама система все в коробке больше ничего нет мы убираем так значит это вот получается помпа вот посмотрите на вот это сам оптический датчик значит значит оптический датчик должен крепиться на магнит я так понимаю магнит а вот он вот возьмем да у меня еще тоже конечно будет вопрос так как датчик будет держаться на 10 миллиметровом стекле аквариума ну вроде 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 мощный датчик шнур я смотрю тоже длинный посмотрим потом как ну еще один у меня вопрос я на него ответа нигде не нашел сможет ли это помпа поднять из емкости воду на то расстояние которое у нас будет значит здесь на помпе написано значит 12 вольт 1 и 5 4 ватта так максимальная высота 220 сантиметров принципе 2 метра 20 сантиметров значит должна стоп воды поднять и максимальный расход 280 литров в час ну довольно таки неплохо так ну вот из чего он состоит давайте сейчас я открою посмотрим какой длины шланги кладины и у нас датчики поехали так ну его друзья я все провода шланги освободил от закруток значит давайте посмотрим датчик датчик смотрите вот это я так понял это защита самого датчика которая должна вот она надевается сюда и она должна каким-то образом у нас защелкиваться вот так он будет выглядеть эта часть будет находиться внутри в аквариуме и снаружи магнитом прикрепим ее к стенке здесь вот такая вот сеточка что был доступ воды но в принципе выглядит довольно таки красиво аккуратно шланг шланг провод довольно таки длинный больше метра длиной плюс значит есть вот еще это сеть сетевой адаптер сетевой адаптер у нас включается вот в этот провод от датчика помпочка вот она 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 включается тоже вот так и получится что при включении в розетку помпа будет находиться в емкости с водой датчик будет находиться на стенке аквариума шланг ну шланг вот я не знаю насколько мне его хватит то есть если они говорят на 220 надо бы наверное было бы шланга положить может даже побольше ну давайте не будем пока впадать в панику посмотрим шланг вот таким образом у нас одевается на помпу ну все друзья значит я сейчас я обслужу аквариум просифоним грунт помоем стенки солью воду далее мы установим датчик и посмотрим как у нас будет работать система ну что вот как вы видите я слил воду просифоним грунт и сейчас установил систему автодолива на аквариуме давайте покажу ближе что и какие вопросы какие проблемы есть ну вот вот смотрите вот таким образом я поставил шланг установил значит его можно чуть поменьше чуть побольше так вот мы его вот так вот он прижимается видите вот в этой штучке сидит да здесь есть еще дырка который болтом можно у меня видите какая конструкция аквариума поэтому мне здесь неудобно так вот стоит установил куда датчик значит вот он оптический датчик где находится пришлось установить сюда потому что здесь он уже держит хуже да и тут честно говоря не очень то сильный магнит для десятки стекла но в принципе пока держится посмотрим докуда он вообще набирает уровень то есть пока до начала до середины или до конца то есть ну мне конечно хотелось чтобы он налил вот по эту полоску значит вот шланг и провод как вы видите так как у меня аквариум высокий стоит высоко до дна мне не хватает ну это у меня сейчас пока емкость с соленой воды что я дам а так у меня стоит вот 100 литровая бочка и я боюсь что не хватит конечно мне этого шланга придется докупать шланг ну и вот вилка и сейчас мы с вами опустим в емкость так она вроде бы нормально тонет вот видите на всю длину хотя в принципе наверно можно и груз будет поставить ну и пробуем включаем вилку в розетку теперь мы с вами посмотрим так вот что то там зашевелилась зашумела и вот наш шланг я вытащу вот наш шланг вот таким напором пошла вода в принципе довольно таки хорошо хорошая такая струя ну и теперь надо подождать посмотреть где в каком месте он остановится вот друзья уже уровень воды подходит подошел уже к датчику сейчас начинает закрывать датчик посмотрим когда во сколько он остановится пришлось бочку поставить на табуретку как видите воды осталось мало шланг конечно коротковат и надо будет увеличивать ждем так еще хочу вам показать вот видите горел загорелся в датчике зеленый свет показывает что уровень в норме сейчас когда он остановится вот начал моргать и все и да и все и он закончил наливать воду отключился все вот посмотрите получается он ровно до половины датчика заливает воду и останавливается ну что друзья вот мы с вами посмотрели установили провели испытания датчика фирмы аквамедик все работает отлично единственные конечно минусы у меня получается что слабоватенький немножко магнит хотя он и держит и коротковатый шланг ну потому что у меня высокий аквариум и очень высоко расположен но я думаю эти вопросы мы со временем решим хотел передать привет сказать большое спасибо ребятам с интернет-магазина биосалон значит очень хорошее отношение к покупателям к своим четкое сопровождение тебя ответы на все твои вопросы спасибо вам большое удачи вам ребята в вашем хорошем деле будем с вами продолжать дальше работать всем большое спасибо всем пока пока